В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук осмотрел видновскую взрослую поликлинику накануне открытия после ремонта. Даже сравнивать с тем зданием, которое было, невозможно. Сейчас современное, светлое, красивое здание. Заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Гаврилов встретился с инициативной группой жителей нового микрорайона Южная Бица. Это текущие проблемы, которые возникают в любой строительной компании. В Ленинском городском округе прошел национальный чемпионат Немецкая овчарка 2021. Дай бог, чтобы этот вид служебного собаководства расцветал, развивался. Уже скоро состоится долгожданное открытие видновской взрослой поликлиники после капитального ремонта. Накануне этого события медицинское учреждение посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Руководители видновской районной клинической больницы рассказали о готовности взрослой поликлиники к открытию после капитального ремонта депутату Московской областной думы Владимиру Жуку и заместителю главы администрации Ленинского округа Ольги Доманевской. Сейчас в здании проводятся последние отделочные работы, завозят мебель и техническое оборудование. После ремонта учреждение будет соответствовать областному стандарту «Бережливая поликлиника». На этажах появятся туалеты для маломобильных категорий граждан. Внутреннее пространство в поликлинике также будет оборудовано приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. Гостям показали кабинет дневного стационара, где пациенты смогут получить помощь в течение рабочего дня. Здесь рядом и отделение реабилитации, то есть кабинет физиотерапии, УПК, все находится в отдельном отсеке. Поликлиника сохранила свой кадровый состав, а после открытия к нему присоединятся молодые врачи различных направлений. Мы будем открывать здесь новые кабинеты гириатра. Это новое направление оказания медицинской помощи лицам старше 60 лет. У нас уже обучены специалисты. Мы будем сейчас подавать на лицензию и начать этот кабинет открывать. Кроме того, учреждение перейдет на работу с электронной регистратурой, что позволит сократить очереди. Появится возможность пройти комплексную диспансеризацию в течение двух часов. В здании будет нанесена удобная для посетителей разметка и навигация. Даже сравнивать с тем зданием, которое было, невозможно. Сейчас современное, светлое, красивое здание, очень удобное, функциональное, с понятной логистикой, с понятным ожиданием. Очень приятно, я считаю, людям здесь будет находиться и получать услуги медицины. Отдельно стоит сказать о ситуации с лифтами. После открытия будет запущен пассажирский, а грузовой лифт заменят до конца года. При этом медицинские услуги инвалидам-колясочникам продолжат оказываться в помещении детской поликлиники. В данном категории граждан маломобильных временно мы медицинскую помощь будем оказывать на базе детской поликлиники в отдельном отсеке, как раз ближе туда, где рентгенотделение, КТ-отделение, тем более и МРТ у нас расположено в детском отделении, будет выведен отдельный день с выходом туда специалистов. Открытие поликлиники состоится в первых числах сентября. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов встретился с инициативной группой жителей нового микрорайона «Южная Бица». Основными темами для обсуждения стали благоустройство дворовых территорий, дорожная инфраструктура и транспортное обслуживание. Жилой комплекс «Южная Бица» состоит из 12 корпусов комфорт-класса. Новый масштабный микрорайон расположен на территории Ленинского городского округа, на пересечении Варшавского и Симферопольского шоссе. В нескольких домах уже проживают люди. Новоселы были приглашены на встречу с сотрудниками администрации муниципалитета и представителями застройщика комплекса. Иван Бажин рассказал о планах по строительству социальных объектов. Если говорить про социальные объекты, то что меня до нашей встречи тоже спрашивали, у нас сейчас проектируется поликлиника. Я думаю, что если не в декабре, то в январе следующего года мы получим на нее разрешение на строительство и также в следующем году мы ее будем строить. Елена Петровская приобрела квартиру в ЖК «Южная Бица» в декабре 2019 года и уже 4 месяца здесь живет. Это текущие проблемы, которые возникают в любой строительной компании. И в настоящий момент действующая компания идет на встречу с нами, с жителями и активно принимает к исправлению все замечания. На встрече жители обсудили вопрос дорожной инфраструктуры и транспортной доступности. В новом жилом комплексе будут скорректированы два автобусных маршрута до ближайших станций метро. В завершении благоустроительных работ застройщик нам совершенно четко сказал по срокам, когда все это будет выполнено. Дорожная инфраструктура, какие перспективы ожидают развития объектов дорожного хозяйства по данному микрорайону. Рассмотрели вопросы транспортного обслуживания, также получили достаточно подробную информацию со сроками, взяли ее на контроль. Ну и общие вопросы взаимодействия. Соответственно, инициативная группа очень активно работает, есть связь и с администрацией, и с застройщиком. Управляющая компания тоже, скажем так, вовлечена в процесс управления. Так что будем надеяться, что ситуация и дальше будет проходить в спокойном конструктивном взаимодействии. Стоит отметить, что в ЖК «Южная Бица» по государственной программе предусмотрено строительство детского сада на 375 мест и школы на 1550 учащихся. Кроме того, два дошкольных учреждения возведет застройщик. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. В общественной приемной Дмитрия Медведева депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с представителями общественных организаций региона. В официальной обстановке они подписали соглашение о сотрудничестве. «Единая Россия» продолжает укреплять связи с общественниками. Руководитель регионального штаба общественной поддержки партии Владимир Жук подписал соглашение о партнерстве с тремя региональными объединениями. Московская областная организация ветеранов уже имеет успешный опыт работы с «Единой Россией», а поддержка членов общества помогает партии услышать каждого жителя области. В предвыборный период организация решила продолжить сотрудничество. Это информационно-разъяснительная работа, это обеспечение безопасности, это работа системы наблюдателей. И самое главное – это сделать все, чтобы условия подготовки и потом процесс проведения голосования был в рамках действующего законодательства честным, открытым и с достойными результатами. Такие соглашения штаб общественной поддержки подписывает со всеми желающими общественными организациями. Еще одним партнером партии стал спортивный клуб «Ратник». Дни голосования молодежи, а в частности также я и наша организация, скорее всего, будет предоставлять волонтеров и организовывать различные хозяйственные моменты, то есть установление различных кабинок для голосования, задачи санитайзеров и, скорее всего, регистрация граждан и элит. В прошлом месяце «Единая Россия» подписала соглашение за безопасные выборы с пятью партиями-участницами. Главной целью инициативы стала защита здоровья граждан во время избирательной кампании и непосредственно голосования. По моему мнению, они должны пройти в штатном режиме, без каких-либо осложнений, поскольку проведена большая организационная работа по их проведению. А мы, со своей стороны, однозначно выполним это соглашение, которое подписано на безопасных выборах. Я думаю и надеюсь, что остальные партии увидят нашу инициативу и поддержат ее, и также будут вести себя корректно в рамках этого соглашения. Штаб общественной поддержки стал точкой сбора предложений для программы партии от наиболее активных жителей округа. Перед подписанием договора депутат пообщался с представителями организаций, разъяснил интересующие вопросы по соглашению, узнал о существующих проблемах в коллективах и их надеждах на будущее. Будем работать вместе и победа за нами. Такими словами участники подкрепили подписанные документы. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Ленинском городском округе прошел национальный чемпионат «Немецкая овчарка-2021». Соревнования всероссийского масштаба, а их участниками стали почти 250 собак из разных уголков страны. Проводятся у нас впервые. Съемочная группа телеканала «Видное ТВ» полюбовалась грациозными и ловкими овчарками. О победителе прошлогоднего чемпионата своем верном друге и защитнике с кличкой «Наполи» Максим Селонов из подмосковного Одинцова говорит с гордостью. Его овчарка и команда на двух языках понимает и ловко выполняет все задачи на ринге. Настоящий чемпион, стать которым под силу не каждой дрессированной собаки. Хотя со стороны кажется, что здесь все идеальны, как на подбор. «Мы прекрасно общаемся на двух языках. Родной язык у него, так скажем, немецкий, приобретенный русский. Понимает хорошо. То есть команды чисто на немецком языке, на выставке, все. А дома уже чисто по-русски. Стандарт – это анатомия. Анатомия собаки. То есть угол, например, плечопаточного сочинения 90 градусов, высота в холке 65 сантиметров для кобелей. Ну и все остальные другие показатели, они даже соответствуют породе. И немецкая овчарка, которая приближена наиболее к стандарту, к идеалу стандарта, она становится победителем». А еще проводит тест на характер. Овчарка должна отразить нападение, показать быструю реакцию и, конечно, беспрекословно слушать своего хозяина. Участниками этих монопородных соревнований стали овчарки из разных федеральных округов. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург, Краснодар. Представлены практически все крупные города страны. Обычно национальный чемпионат проходит в столице, но в этом году его гостей на базе кинологического центра «Атаман» принимает наш муниципалитет. «Честь принимать такое большое крупное мероприятие. Собровалось невероятное количество и владельцев, и собак». «Впечатление – восторг. Дети в восторге. Красивые собаки. Мы смотрим, как выполняется команда. Я, честно говоря, первый раз на подобном мероприятии и уверена, что не последний». «А не захотелось собаку завести?» «Захотелось». «Состязаются четвероногие в 24 классах. Начиная от бэби с щенками от 4 месяцев и заканчивая ветеранами. Это животные старше 8 лет. Всего почти 250 овчарок. И все они четко работают не только на соревновательной площадке, но и прекрасно ведут себя за ее пределами. Никакого лишнего лая и грызних с другими собаками». «Умные и ловкие, статные и красивые – это все о них, о немецких овчарках. А еще это верные друзья и надежные защитники. Эта порода очень ориентирована на человека. Мы знакомы с Дашей всего пару минут, но уже успели подружиться. Даша, держи, держи, малышка». «Все очень удобно. Есть хорошая стоянка. Это самое главное. Потому что иногда приезжаешь, машины ставить некуда. Здесь и стоянка, здесь хорошее зеленое поле, здесь хороший ринг по размерам, хорошая работа фигурантов. Очень опытные эксперты». Овчарки на лету схватывают курс дрессировки. Не зря они в тройке самых умных пород. Среди зрителей чемпионата нам встретился представитель общероссийской организации «Боевое братство», который рассказал, что эти собаки – незаменимые помощники принесения службы. «Верные друзья. Они не могут говорить, но они своей работой выполняют очень главную роль, которую человек может это не увидеть. И на самом деле, да, дай Бог, чтобы этот вид служебного собаководства расцветал, развивался». Завершился двухдневный чемпионат награждением овчарок-победителей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. Сегодня по установленному графику мобильная прививочная бригада отправилась в деревню Мисайлова. В жилом комплексе «Пригород Лесное» врачи Володарской амбулатории сделали всем желающим прививку от коронавируса. Вакцинировали как первым, так и вторым компонентом. Подробности в репортаже Юлия Погасьяна. Мобильные прививочные пункты – это возможность, не посещая поликлинику, сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. В Ленинском городском округе такие бригады работают уже несколько месяцев и показывают высокую эффективность. Приезжают они в крупные жилые комплексы и в садовые товарищества. Потенциального пациента сперва опрашивают, собирают анамнез, меряют давление и температуру, проверяют сатурацию. Если человек здоров, ему вводят вакцину. Весь процесс занимает не больше 5-7 минут. Защищать надо и себя, и своих детей, своих близких, особенно своих родителей, потому что все люди пожилые. А так как ковид поражает органы дыхательной системы, сердечно-сосудистой, необходимо обезопасить своих близких. Сегодня в мобильных прививочных пунктах ставят только спутник ВИ. Препарат хранится в специальной морозильной камере при температуре ниже минус 20 градусов. Вакцина вся заморожена. То есть и первый, и второй компоненты обязательно. Отличие между первым и вторым компонентом в плане состава считается то, что во второй немного больше вирусной нагрузки. Потому что первый компонент человек знакомится, организм с этой вакциной. А вторая – это закрепление результата и выработка более большого количества антител. Сегодня у прививочных пунктов уже не так людно, как в начале лета. Врачи отмечают, те, кто хотел, сделал прививку уже давно. Теперь жители возвращаются в основном за второй фазой препарата. После прививки считается, что иммунитет немного ослаблен, поэтому контактировать с инфекционными больными ни в коем случае не надо. Надо себя обезопасить, то есть соблюдать режим, правильно питаться, заниматься спортом, если есть возможность. Через 21 день бригада мобильного пункта вакцинации снова вернется на это место, чтобы люди, которые сегодня получили первую фазу препарата, смогли закончить прививочный процесс. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Для воспитанников детского сада «Яблонька» сегодня день особый. Яблочный спас здесь справляют практически со дня открытия дошкольного учреждения. Не стал исключением и праздник нынешний, на который пригласили и нашу съемочную группу. Слово Максиму Козлову. Яблочный спас шагает по-видному. Готовится его встретить и здесь, в зеленых аллеях. Местный детский садик расположен среди многоэтажных домов, а значит зрителей у этого представления будет намного больше, чем разместиться на этой детской площадке. На нынешнем празднике нет разделения на актеров и зрителей. На импровизированную сцену они заходят с песнями и танцами и лишь потом занимают места в зрительном зале, чтобы поочередно выходить с концертными номерами. Более 20 различных номеров подготовили маленькие артисты. Яблочный спас, как известно, появился из календаря древних славян, но у нас он традиционно совпадает с одним из важнейших праздников православной церкви. Православные христиане в этот день отмечают праздник преображения Господня. Один из великих, один из двумя десятых праздников. И события этого праздника относят нас к жизни спасителя на гору Фавор, когда Христос с тремя ближайшими учениками поднялся на гору для молитвы и там преобразился. Из более чем 300 воспитанников дошкольного заведения в праздники приняло участие 80 мальчишек и девчонок. Представление под руководством преподавателей они готовили около двух недель. Но работа по православному воспитанию в Яблоньке ведется постоянно. У нас есть православный кружок, который ведет Косова Елена Александровна, воспитатель. Дети посещают храм Никольский, приходят из Никольского храма к нам, батюшки. И такая работа ведется вот уже на протяжении практически шести лет. Важной частью праздника стало освещение яблок, которые совершил протеерей Виктор Естремский. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok